Сама по себе фотография возникла в 1830-х годах как эксперимент с закреплением светового образа на чувствительной к свету поверхности. И можно сказать о появлении военной фотографии уже в 1850-х годах. Военная фотография – продукт развитой европейской цивилизации. Портрет военного мы можем встретить и на ранних европейских, американских и русских, да геротипах еще в 1840-х годах. Но военная фотография не только и не столько портрет военного человека. Как только фотография приобрела относительную мобильность, вышла за пределы съемочного павильона, ей под силу стала работа на полях сражений. В конце 19-го века появляются компактные камеры, съемка переходит на пленку. До того самыми распространенными с 1860-х годов были стеклянные негативы. Появляется большая оперативность. Войну снимают не только фотографы, передвигающиеся с официальными лицами, но и офицеры, даже солдаты, фотографы-любители. У каждого поколения фотографов новая война. Но убийства, насилие, геноцид и терроризм остаются прежними. Давайте посмотрим на фотографии, которые реальный Брест раскопал из альбома военнослужащего 56-го артиллерийского полка вермахта, которые были сделаны в 1939 году, во время Второй мировой войны, после окончания боевых действий в Брестской крепости. Подбитый танк возле Бреста, потери роты под Брестом, это дом возле Бреста, отдых, аналогично возле города Бреста. Лейтенант Грелк и лейтенант Вобе, разрушенный мост возле города Бреста, польский танк, крепостной вал, Брестская крепость после штурма, аналогично Брестская крепость после штурма и сам автор фотографии. Партнер показа, Центр семейной стоматологии Дентика, Куйбышева, 13.